Вот так, чтобы было немножко понятно, как наши просят помощь. Поймите, от развитых стран нам требуется не помощь, а партнёрство. Объясняю, как это всё происходит. Вы даёте деньги, мы равноправно участвуем. То есть высказываем свой взгляд на наши проблемы. Вы не просто нам даёте деньги, вы получаете взамен наше видение. Этих проблем. Ну вот, к примеру, как в этом ресторане. Мы вас пригласили, вы оплачиваете и взамен получаете наше общество. Но мы не оставляем без внимания вас и наших консультаций. Здесь наши знания и наш опыт в нашей стране не оценим, ибо мы здесь живём. В этом и открытость нашей экономики сегодня. Да, сегодня мы за ваши деньги угощаем вас вашими продуктами. Но вы получаете от нас нечто более ценное. Анализ сегодняшней ситуации. И если хотите прогноз. Но и это не всё. Преимущество мы отдаём той помощи, которая влечёт за собой другую помощь. Ещё более мощную. То есть речь уже идёт о поддержке, которую вы нам можете оказать. И за это вам, конечно, придётся бороться с другими странами. В этом ещё раз подчёркиваю открытость нашей экономики и даже, скажем чётко, её суть. Кстати, эти первые износы, которые мы получаем от вас за право оказать нам дальнейшую помощь, ничто по сравнению с той борьбой, которая развернётся за право помогать нам через 5-6 лет. Ведь мы у вас можем брать всё. Начиная от лекарств и кончая деньгами. Причём возможности наши неограничны. Мы будем брать у вас фильмы, программы, телеигры, даже реплики. Оставайтесь с нами. Подтяжки ведущих. Мы возьмём у вас всё. И к этому можем брать ещё и деньги. На осуществление всего этого. И это только начало. Но за право нам помогать вам придётся побороться. В основном с нами. На первых порах. Наша ментальность, видите, мы и это слово взяли у вас. Так вот, наша ментальность позволяет нам принимать помощь от вас, только если вы будете воспринимать наши проклятия в свой адрес с благодарностью. Мы будем обвинять вас в заговоре, лишать виз, не давать вам прав никаких, лишать прибыли и подставлять под пули. Мы установим тот баланс интересов, которым мы уравновешиваем вашу помощь. Вы меня поняли. Это и будет тем стимулом, который подтолкнёт вас на наш рынок. А рынок у нас огромный. Я даже не представляю, что нам сегодня не нужно. В чём мы свирепо не нуждаемся? То есть любой гвоздь, обломки кирпича, отходы вашей пищебумажной продукции. Нет, я не говорил с пища. От слова пища. Пищебумажной продукции. Любые проповеди и музыкальные инструменты. Причём всё это с обслуживанием, запчастями и гарантией. Это в крупных городах. А в глубинке, там вообще будут рады, даже если вы просто проедете мимо. Особенно осенью. Это будет незабываемо и для вас, и для них. Поэтому не слушайте никого. Везите деньги, машины и продовольствие. В качестве ответной платы мы требуем только одного. Принять нас в Совет Европы, в Парижский клуб, миротворческий процесс в Югославии. И, конечно, учитывая, какие возможности мы представляем вам, мы вправе требовать процессы расширения НАТО не подходить к нашим границам. То есть расширяться, сужаясь. Здесь я, конечно, уже касаюсь военной доктрины. Вы, конечно, должны дать возможность нам украшать вам. А можете нанести первый ядерный удар, если мы восстановимся до такой степени с вашей помощью. На что мы вправе рассчитывать. Но предполагаемый нами баланс взаимных интересов наступит только после того, как вы на деле, а не на словах, вложите деньги в наш военно-промышленный комплекс, чтобы мы могли нанести по вас этот ядерный удар, причем внезапно, это наши условия, и с вашей предоплатой. Спасибо за внимание.